Здравствуйте! Вы смотрите видеоновости газеты Нюрнберг от Сайтунг. Сегодня мы на рождественском рынке в Нюрнберге. Рождественских рынков в Германии очень много, но в Нюрнберге он особенный. Крис Киндельсмаркт пользуется большим успехом как у немцев, так и у людей из других стран. Частью рождественского рынка является площадь, на которой представляют свои ларьки города-побратимы. Их в Нюрнберге 12. Среди них и город Харьков. В ларьке города Харькова мы сегодня и побываем в гостях. Моя собеседница, харьковчанка Наталья Карабанова. Наталья, вы за дня день стоите в киоске и продаете товары из Харькова. Чем вы радуете туристов? Товар у нас смешанный как украинский, так и российский, потому что Харьков находится на границе с Россией. Народ там практически русский живет. Матрешечки русские, любимые всеми по всем мире. Деды Морозы деревянные тоже. Украинский товар это писанки, крашеные яйца, деревянные. Известный русский промысел. Палих, это лаковая миниатюра. Береста, тоже российская из Сибири. Украинский промысел народный. Это резьба и роспись по дереву из Петркиевки. Это село в Петркиевской области. Славится своим ложками, тарелками, вазочками, коробочками из дерева. Замечательно, товару много. А что пользуется особенным успехом у туристов? В первую очередь, конечно, это матрешки. Как я знаю, это во всем мире, хотя очень разные названия. Слышали уже множество. И бабушка, и Аннушка, и мамушка. Правильно, матрешка. Вы учите, да, ваших туристов здесь? Мы учим, да. Из бабушек матрешки. А из каких стран больше всего подходят к вам туристы? Американцы, итальянцы. Ну, естественно, немцы. Хотя нюрберщицы, как правильные. Нюрберщицы уже знают наш товар и привыкли. А остальных это как бы увидеть несколько куколок в одной спрятанных. Это просто. И сразу берут, покупают детям и себе. Для них это экзотика, да? Да. Это необычно. Тем более, все, все. Ручная работа, ручная роспись. Замечательно. Также Деда Мороза, наши деревянные, всех удивляют. Особенно американцев. Они приходят с фотографиями. Мы искали по всему рынку. Нашли. Покупают сразу четыре штуки больших. Замечательно. Наташа, вы первый раз в Нюрнберг? Я первый. Вы уже были на центральном рождественском рынке? Несколько раз я там ходила. Сначала присматривалась. Потом подольше. Потом купила уже сувениров свои. А что вы купили? Ой, не знаю, как они называются. Человечки, которые лепятся из чернослива, инжира, грецкого ореха. И гольд хекс, вот эти ангелы, хранители, да. Это мне тоже очень понравилось. Конечно, колбаски пробовали все. Набраски. Глювайн, само собой. Очень нравятся мне куколки здесь. Очень красивые. Новогодние украшения. Украшения для женщин. Все очень красиво. Наташа, большое вам спасибо и успехов. Спасибо. Если у вас есть возможность, то обязательно посетите рождественский рынок в Нюрнберге. Крис Киндлесмарк. Вы об этом не пожалеете. Я прощаюсь с вами, так как наши новости подошли к концу. Более подробную информацию о Нюрнберге и регионе вы получите, как всегда, на страницах нашей газеты или в портале по адресу www.nz-online.de И мы увидимся с вами не в следующую среду, а только к Старому Новому году, то есть 13 января. Поэтому я вам желаю уже сегодня замечательных рождественских праздников в кругу семьи и родных, а также всего-всего хорошего в Новом году. Я буду рада, если вы будете со мной и в 2010 году. Русские новости всегда будут с вами, каждую среду. До свидания.